Могли ли вы сказать, что трава — только растительность на земле? Что еще трава там? Жучки. Как? Жучки. Еще? Роса. Возможно. Еще? Утро. Лесо. 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 В пустой траве пропадешь с головой. Это некое особое пространство, да? Оно знаменовало собою пространство, да? Слово «трава». В этой пустой траве тихий дом, помните? И в этом тихом доме ждет она. Неизвестно, кто она, кстати. Там не сказано в тексте, кто она. Давайте еще раз вспомним. В пустой траве пропадешь с головой. В тихий дом войдешь, не стучась. Об ним там он обоймет косой. И статная скажет, здравствуй, ясно. Вот здесь у меня куст белых роз. Вот здесь вчера повелика велась. Где был, пропадал. Что за весть принес? Кто любит, не любит? Кто гонит нас? Как, бывало, забудешь, что дни идут. Как, бывало, простишь, кто горд и зон. И смотришь, тучи вдали встают. И слушаешь песни далеких сел. Заплачет сердце по чужой стороне. Запросятся в бой. И зовет, и манит. Только скажет, прощай, вернись ко мне. И опять за травой. Вот, колокольчик. Извините. О чем стихи? Давайте еще раз. О чем стихи? Я всегда буду задавать этот вопрос. О чем они должны? Ну, что человек какой-то, который, видно, воевал и был на чужой стороне, приехал к себе в родное место, где его всегда ждут. Так, то есть деть явно не деть, вам расстрастно, да? Так, он вернулся откуда-то в родную сторону. Возможно. Так, еще. Игорь. Возможно, страна. Это и не страна. Там, например, он уже в деревне, поехал в город. Там, например, что-нибудь типа революции случилось. И его сердце хочет туда. И сам он хочет остаться в деревне. Ты опять хочешь все рассыпать. Давай пошире. Там неизвестно, что случилось. Так. Ну как? Какой-то князь, вернувшись с войны, провалился в траву. Вернулся с войны, провалился в траву. Хорошо. Так. Явно у нас есть некие два пространства, правда? Помните? Больше вы знаете по второму пространству. Там по травам. Там что еще? Дом. Там дом, наконец. Там есть пространство вот такое обнимающее. Не случайно она обнимет руками, а плетет косу. Так. Трава. Трава. Так. Еще. Дом. Князь возвращается после жгоя домой. Где из того, что его давно уже не было, выросла трава. Ну не красиво. Ну не красиво. Понятно. Здравствуйте. А потом он снова попадет обратно в бой. А зачем? Он снова возвращается. Ну пойми на привалку. Так. Вот здесь где-то бой. Война. Война идет. Так. Еще. Что его ждет там? В родной стране. И девушкам. Не важно. Девушкам. Может быть помните это. Жена. Может быть это. Мать. Может сестра. Может сестра. Может сестра. Может сестра. Трава. 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 Это некая она. Не сказано в тексте кто это. Трава. И почему-то заметьте он снова стремится туда. Заплачет сердце по чужой стороне. Забросится. Забросится в бой. Зовет и манит. Это как? Вы может там не водой туда остались? Сомневаюсь. Там бой. Там страшно. Там не дом. Это точно. Трава. Давайте вспомним сказку. Как начинается мупая сказка. Жили вы. Отлично. Что потом? Дед-то балов. Дед-то балов. Дальше. Сибирь. Хорошо. Дальше. Погоди. Так. Дед-то уже интереснее. Так. Вот здесь живет важный персонаж. Потом он идет куда-либо. Находит там что-либо. Украшается. Так. Украшается. Украшается. Наш неважный. Колобок. Иван Царевич. Еще кто-нибудь. Супер. Правда? Уходит. Уходит. Правда? Уходит. Уходит. Он уходит, заметьте, как правило, из дома. Некое дружое и очень часто страшное пространство. Почему страшно? Что его ждет на пути? Смельчение. Начинается. Возможности игры начищем. Препятствия. Препятствия. Какие игры? Я думаю, он просто не знает, что его может там дать. Поэтому он такой смирный. Смельчение. В любом случае это что-то страшное. Ну да. Очень часто герою нашему приходится перейти через огненную реку. Или речку Смородину. Помните речку Смородину? Нет. И через речку Смородину Калиновый мост. Речка Смородина. Это тоже не случайно. Почему она Смородина? Потому что там растет Смородина? Может она кислая? Кислая речка? Нет. Ставь. 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 Что значит это? Морс! 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 Смерть? Нет, не смерть, но близко. Морс! Морс! Нет, но близко. Морс! 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 Эта речка воняет. Эта речка вонючка. Эта речка воняет. Чем она воняет? Давайте попробуем. Смородиной воняет. Смородину пахнет красиво. А почему это смородина? А почему это смородина? Почему это смородина? Может, она пахнет... Я предупреждал, что это страшно. Пахнет трупами. Она действительно смородина. Наши страшные. Не только наши. Всегда повествуют о некотором преодолении пути. Очень трудно. О таком пути. В который вы пуститесь. И нужно сначала как будто бы умереть, а потом зазродиться. Наш герой переходит через эту речку и оказывается в царстве мертвых. Там живет Кощей Бессмертный. Стоп! Кощей Бессмертный. Костяной весь. То есть, в общем-то, скелет. Там живет Баба Яга. Которая лежит на печи. И у нее костяная нога. И нос у нее к потолку прирос. Это как? Она живет в очень тесной избушке. Что это не клинает? Тесная избушка. И там лежит себе старуха. Кровь. Кровь. Это напоминает Кровь. Кстати, образ Бабы Яги по лекторе версии взялся из-за того, что захоронения проводились в домах. И поскольку места не хватало. Конечно. То есть, на самом деле, и Кощей Бессмертный. И Баба Яга – это некие версии. Стражда? Нет. 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 Наш с вами герой подняется в страну. Чтобы как бы символически умереть. Но потом возродиться. Потому что он вернется. Он добудет там за страной мертвых. Что-нибудь. Что добывает Иван Царевич? Вспомним. Яблоки. Так. Яблоки молодельные, конечно. Жену. Жену. Да. Ещё. Ещё что-нибудь достойное. Иглу добудет, чтобы… Согласен. Но… Клубок. Клубок. Клубочек. Какой-то волшебный предмет. Он может добыть… Или волшебное существо. Иногда существо. И он развётся… Преображён. Вот здесь, по большому счету, тоже самое. Есть некое чужое царство, где бой, где страшно. Есть некое своё царство, где дом. Примерно так же, как в сказке, блок расшифровывает вот эти пространства. Разные пространства. Есть пространство чужое, есть своё. Это чужое, это своё. А вот теперь самое странное. Где наш герой? Не сказки, а стихотворения блока. Больше сработает времени. В чужом, чужой стороне или в своей стороне? В своей стороне. Так, мнения разделились. По тексту посмотрите ещё раз. Густая трояпка, подержка. Вы находитесь в своей. Я там чужой стороне. То есть он больше находится вот там. В чужой стороне. И возвращается временами, временами в дом. Откуда мы знаем, что временами? Потому что он опять вернётся. Он же опять вернётся. Откуда мы знаем, что он вернётся? Прощай, вернись ко мне. Прощай, вернись ко мне. Конечно. Ещё. И опять за трояпкой. И опять за трояпкой. Повторяюсь такая, да? Пролокольчик звенит. Вот где там есть дом, куда всегда можно вернуться? Где тебя встретят? Обнимут. Приласкают. Спросят. Как там? Значит, перед нами, конечно, символ. Героя. Символ героя. Витязем. Витязем. Время. 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 Возвращающегося домой. Возвращающегося домой. Здоровая. Что ещё странное? Чем эти пространства не похожи? И это пространство меняется всегда. Там бой. А дом это нечто неизменное. здесь происходит все как всегда вот эта пустая трава обросла в дом, это тихий дом, это знакомый дом, потому что туда входишь не стучась правда? это свой дом, еще, почему он неизменный? посмотрите в текст почему он неизменный? как бывало, забудешь, что дни идут, здесь как бы время остановилось, а здесь время идет, серьезно, да? так, еще, как бывало, забудешь, что? как бывало, простишь, не идут, как бывало, простишь, кто горд и зол, это, кстати, кто? ну, врага, 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 тебя пищи, простишь, простишь врага, пустишь к себе? нет, нет, тебя, а, садоварищей приедут может быть и садоварищей, а может быть и того князя как не странно это дом для всегда готовый проспит это тоже важно так, дом, еще в чем? в чем неизменность в этом доме? ну, и слушаешь песни далекие то есть этот дом какой-то равно удаленный, да? от всего прочего вот он где-то там затерян, неизвестно где, в траве, в центре, может быть, России было, а может и нет что в России нет этого текста, да? он где-то, где-то, где-то затерян время осталось то вам простишь, кто горд и зол, и смотришь, тучи вдали встают и слушаешь песни далеких сел, они далекие вот от этого дом от этого села и получается, что портилок у нас совсем-совсем другой будет есть некий огромный мир в этом мире где-то в центре есть маленький-маленький дом неизвестно откуда пришел наш герой откуда? откуда? с востока ли? с запада ли? с севера ли? с юга ли? да неизвестно откуда скорее, говорится ли это? вот это и есть дом и для него мир он откуда приходит? он откуда приходит? неизвестно откуда может отсюда неизвестно откуда он пришел но он вернулся сюда и дом это для него центр мира в целом